Лучшие руны, они же эмблемы, какие лучше, какие хуже, что же подобрать, в принципе, любому классу, давайте разбираться вместе, с вами Аракис, привет подписчики, спонсор и гость этого канала, пока тут готовился, кто-то накидал BDSM качелей, ну и давайте, соответственно, будем разбираться вместе, перейдем к камням, так, давайте я открою вам, наверное, ну, в принципе, пока что перейдем так, но лучше, наверное, через инвентарь, смотрите, когда вы доходите до продолжения первой части, скорее всего, так и будет называться вторая часть, когда вы доходите до определенного этапа вот этих вот открытия рун, у вас их всего будет 5 мест, которые вы можете запихнуть, всего по итогу вам понадобится, скорее всего, только 5, но и о шестой некой ультимативной руне, я тоже расскажу, о которой вы, естественно, уже слышали, и все то, что я сейчас скажу, вы слышали уже миллион раз, наверняка, естественно, спасибо за подобные комментарии, я высказываю свое мнение, ну, типа, кто хочет добавить или кто не согласен, напишите в комментариях свое видение, давайте я начну без всякой воды, сразу о трех топовых рунах, которые зайдут, ну, всем, всегда и каждому, и это оспорить вы никак не сможете, потому что уже есть цифры в интернетике, они гуляют не первый день, и не первый, наверное, уже даже неделю, особенно с китайских серверов, поэтому эти руны никак, ничем другим на данный момент, вот я снимаю это 24 июля, не бьются, может, когда-то добавят какие-то другие руны, там уже будет другое видео, поэтому первые три руны, смотрите, начнем с самой-самой-самой, что ни на есть топовой, это вот эта вот птичка-сова, либо часто вы будете слышать Ода, Ода, Одеаденти, Ода Племени, ОП, но чаще птичкой называют совой, хотя птичек в этой игре достаточно много, если смотреть на руны, эти эмблемы, картинки, поэтому все-таки сова, либо Ода Племени, давайте так будем ее называть, смотрите, что она дает, увеличивает основной атрибут на, будем округлять на 4%, и выносливость на 4% во время боя, что это означает, что вы должны кого-то бить, монстра, босса, в пвп драться, везде работают, кроме арены, я вам покажу, кстати, в конце будет бонус, мой пресет шмоток и мой пресет камня начертания на арену, вы просили? Окей, я покажу, ну типа я не скрываю, на бусте эту информацию не заливаю, типа я покажу, как я дерусь и дохожу до там каких-то топов на своем хиле, некроманте, без проблем, итак, Ода Племени, то есть смотрите, вы получаете себе бонус, я беру сейчас себя, допустим, как, давайте поделим нас на 3 класса, дамагеры, хилеры и танки, правильно? Дамагеры не важно, ближний и дальний бой, это не столь важно, следовательно, если для дамагеров пвп, то мне и хп поможет, и дамага, если брать пве, то хп мне зачастую не нужно, хотя, опять же, вот это количество выносливости, оно же хп, оно поможет вам выживать между какими-то обилками босса, будет же приятнее, когда у вас не 40 тысяч хп на боссе, а 50, согласитесь, 5000 хп сверху, это приятно, во-первых, некоторые навыки хилов, хотя чуть бы не все, выхиливают еще и процентно, частично, да, как бы хилу, чем больше у вас хп, тем проще вас будет и в принципе нахилить, ну, то есть это гораздо будет проще, плюс вам будет проще выживать между какими-то сильными обилками, приведу пример, вот буквально вчера, да, был мц 6, и там вылазили духи, они наносили приблизительно 41 тысячу урона с одной тычки, но когда мы себе поставили все вот эти оды племени, у нас было где-то 44-45 тысяч хп, и нас дд уже эти духи не шотали, вдруг мы где-то там профукивали, они успевали там нанести урон, то есть они нас не шотали, это уже прекрасный плюс, так вот, и еще 50% этих атрибутов, то есть хп и атаки, вы передаете своим, скажем так, друзьям, кто у вас в пати, да, своим соседям, в пати вас 2 человека, или 10, это не важно, вы все это делите, и это все прекрасно, чума чеча работает, поэтому в этой руне, как и во всех рунах, я рекомендую собрать, давайте сначала про руны, а потом уже про дополнительные атрибуты, чтобы не путать, следовательно, вы собираете эту эмблему, так как она мало того, что вам дает очень хороший бонус, нарастающий бонус постоянно, то есть у вас больше хп, больше атаки, то есть больше хп и больше атаки будут становиться постоянно с этой руны, и вы будете этот больший эффект передавать всей своей пати, скажу так, приблизительные цифры я возьму от фонаря, я не знаю, сколько у вас атаки, но хп приблизительно в пве, на каком-то боссе, плюс-минус, не то, чтобы у всех одинаково, мы не будем сравнивать танка, у которого там под 80 тысяч хп, и дд, у которого около 40, но берем среднее значение, да, там 50-60 тысяч, если всех взять в пати, то вы увеличиваете танку хп больше, чем на 10 тысяч, если вы каждый оденете эту руну 10 уровня, это просто великолепно, я считаю, это, ну не то, чтобы некая имба, но это офигенный бонус для всей вашей команды, потому что большую часть времени вы будете проводить в данжах, даже на ГВ, ПВ, там, батлграунд 10 на 10, и когда вы будете ходить, допустим, втроем, в четвером, в пятером на полигон, и там это все прекрасно везде работает, поэтому эта руна, это топ-1, это мастхэв, и вообще она не бьется ни с кем и ни с чем, поэтому каждому ее рекомендую, то есть сейчас, в данный момент, вы можете заходить к любому человеку, который к вам заходит в пати, вы там бьете впервые какую-то акулу, дерево и так далее, вы, как рейд-лидер и просто все остальные в пати, рейд-лидер никому ничего не должен, все остальные в пати должны друг друга прочекать и спросить, а у тебя стоит ода племени, если нет, то будь любезен, чувачок, поставь, даже если вы считаете, что, к примеру, у вас стоит какая-то та руна, которую я сейчас не назову, и она вам дает 2 по 50 куда-то, а эта руна, вы ее проточили, вам не очень повезло, она у вас была единственная, и она дала 1 на 50 бонус, уверяю, это больше даст вам и всей команде, чем та какашка руна, которую вы себе поставили, наверняка, то есть это в 99%, во всех 100% случаев это даст больше, думайте не только о себе, а еще и о всей пати, это очень важно, как-то так, поэтому эта руна must have, это топ 1, остальные они, ну, просто другие, едем дальше, руна, неважно, теперь будет топ 2, топ 3, просто перечисляю, вторая руна, сплетение судьбы, смотрите, идеально она работает, ну, прям вообще шикарно, это именно на хиле, потому что хилу, что атака нужна, от атаки хил больше хилит себя, всю пати и так далее, и защита, за счет защиты хил будет меньше получать урона в какой-то там промежуток времени, тем более эта руна работает как некий принцип инь-янь, 15 секунд она дает атаку, потом 15 секунд защиту, да, кто-то скажет, а зачем мне как атаки, а дамагеру, атакеру, кто их как называет, то есть тот, кто наносит урон, зачем мне защита, но в этом не то, чтобы минус этой руны, иногда же вас тоже бьют, правильно, там босс массовка и даст, там мобы какие-то вас ударили, это тоже помогает выживать, все статы, они хороши и все статы на поле вам помогают, следовательно, тут каждый 15 секунд, тут нет шанса срабатывания даже, она всегда работает, она у вас всегда горит вот здесь вот, пока вы деретесь, то есть она вам дает просто либо атаку, либо защиту, вы можете в момент, если успеваете, прощелкивать и смотреть, что она вам в этот момент дала, атаку, если атаку, то вы давайте свой бурст урон, там все дела, об этом еще одна руна, мы о ней отдельно поговорим, но эта руна реально шедевральна, она очень много дает статов вам, то есть 6% атаки, это лучше, чем всякие там другие вот такие вот дамажные руны, которые по факту на долгостроке вам дают меньше, реально меньше, едем дальше, третья руна, переходим к ней, вот так, я не знаю, как ее назвать, кто-то когтем называет, кто-то там клювом, в общем, зелье высокой энергии, вообще на зелье не очень похоже, в зависимости от вашей специализации, тут три варианта, вы получаете там эффект этого некого зелья на 30 секунд, бонус, так, получаете, да, каждые 30 секунд, бонус к урону увеличится на 6%, либо хилите больше 6%, либо вы, ну, как танк живете, да, там не то, чтобы на 6% дольше, а просто получаете иммунитет к урону, ну, так это в игре называется, грубо говоря, защита ваша вырастает от урона на 6%, а то иммунитет к урону звучит, как будто вам вообще урон не должны вносить, ну, мое понимание иммунитет, значит, еще с линейдж 2, это когда у тебя иммунитет, значит, на тебя вообще это не работает, абсолютно, кто-то скажет, ну, это называется неуязвимостью, если взять урон, согласен, ну, в игре, мне кажется, это просто кривой перевод, не будем к нему прикапываться на 15 секунд, это означает, что она у меня, видите, плюс 2, то есть она дает мне не 6%, на самом деле 5, просто у меня эта эмблема плюс 2, ну, кто-то скажет, повезло, кто-то нет, об этом чуть позже проточилась, то есть, грубо говоря, мы рассматриваем нулевую, но 10 уровня, да, то есть без всяких эффектов, то есть 5% вы себе увеличиваете урон, это очень-очень много, да, вы скажете, это 15 секунд работает, потом 15 секунд не работает, но, блин, ну, такая вот руна, лучше нет, если взять подобный вариант, лучше не то, чтобы есть, а лучше это те руны, которые я уже и так назову, а у вас все равно 5 слотов, поэтому они вместятся, едем дальше, четвертая руна, здесь я ее тоже могу назвать абсолютным топом, но она зайдет двум классам, опять же, может, я никого-то не вспомню, может, у кого-то есть какие-то юниты, которые вылазят, вот у мага водяного есть такая, знаете, как тень водяная, которая бежит-бежит, а потом взрывается, правильно, может, еще у кого-то есть, опять же, напишите в комментах, я же не всеми классами играю, но я оглашу 2 класса, которые 100% постоянно эту руну триггерят чаще, чем остальные, итак, эта руна называется боевой всплеск, то есть кто-то цаплей называет, кто-то там, не знаю, что это за птичка тут, короче, на кого похоже, пишите в комментах, боевой всплеск, что она дает, то есть у меня в данный момент хорошей такой руны нет, эти две десятки я, естественно, спалю, потому что они не самые лучшие, видите, что-то говно, что-то, так вот, при каждом применении навыка, то есть любой навык, который вы юзаете, в том числе и высшие навыки, кстати, так вот, 4% шанс увеличить фокус на, буду, как и есть говорить, 60-60%, это означает, что если у вас, ну, к примеру, 1000 фокуса, вы поднимите себе 600 фокуса, то есть у вас на 10 секунд вырастет фокус на 600, как вы знаете, фокус, ну, кто-то там оспаривает насчет танков и так далее, хорошо, я скажу про ДД и про хилов, хилам и ДД фокус дают невероятно много мне урона, а хилам от хила, но это означает, что оно больше даст, чем ваш интеллект, это 100%, ну, можете взять, проверить, возьмите 200 фокуса или 200 интеллекта и сравните, что больше даст и все, и вопрос закончится на этом, следовательно, таких цифр, если бы здесь писалось интеллект, я бы, наверное, и на интеллект бы какую-то такую руну зафигачил, но ее просто нет, да, поэтому эта штука очень классная, вы скажете, 4% это очень мало, но в этом, наверное, некая прелесть, потому что у вас часто этот боевой всплеск будет висеть бескодешный, имеется ввиду, что вы за эти 10 секунд сможете его обновить, видите, здесь даже нет условия, что пока там оно действует, вы не можете его обновить, а теперь к ультимативной инфе, так вот, у меня есть такая штука, как дух, он бегает за мной 15 секунд, ну, там, со всякими мутками, а у этих рейнджеров, лучников, у них есть собака и тигр или кто там бегает, у них целых 2 юнита, правда, я не помню, опять же, напишите в комментах, кто из них бьет, а кто не бьет, может, они оба дамажат, по-моему, они оба дамажат, точно, я не помню, поэтому, опять же, вы для себя под свой класс эту инфу подкорректируйте, я к чему клоню, я думаю, все уже поняли, что мой дух, так как он тоже бьет, он тоже триггерит эту руну, и уже эти 4% превращаются в больший процент, понимаете, чем я говорю? Вот оно, а еще, когда я даю массовку, а так как у меня класс некромант, дд, а это означает, что мой класс единственный класс, который чуть бы не в одну секунду может выдать при правильных, идеальных условиях 4 массовки, и так не может сделать ни один класс в игре, то есть за счет этого я могу внести огромное количество урона, а теперь представьте, каждая массовка крутится, ловышка мутится, так вот, и при этом каждый этот удар, помимо того, что я еще и сверху накидываю, помимо того, что у меня еще и дух костей фигачит постоянно, какая вероятность уже увеличивается, да, на этой руне, а теперь подумайте о своем рейнджере и так далее, и так далее. Еще раз, эта руна полезна абсолютно всем и каждому, даже танку, но если вы видите помимо нее какие-то другие 2 руны, это уже для себя сами рассмотрите, то есть я для себя рассматриваю 4 руны, о которых я говорю, 5 руну я скажу по своему классу, а вы для себя уже что-то сопоставите, к примеру, о 5 руне я могу сказать так, что если вы играете лучником, некоторым лучником, как бы странно не звучало, да, вот вы играете рейнджером, там у вас, по-моему, крит основной стат, и им специально берут руну, который повышает комбо, вы скажете, но нафига повышать комбо, если у него основной стат крит, в этом-то и весь прикол, возьмите, сравните на долгосроке, 10 минут, побейте, к примеру, тотем, возьмите просто первого уровня руну, первого, ну или прокачайте ее до третьего, чтобы не получать бонус, или получите нейтральный бонус, вдруг у вас проточилась 10 уровня руна, и там везде хп, 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 то есть ничего не добавляет урон, либо просто 2 одинаковые руны, и сравните, одну возьмите, которая вам повышает шанс крита, а другую, которая повышает шанс комбо, и вы увидите, что противоположный стат, который вам, скажем так, не свойственен, но есть такая руна, он вам даст больше урона, возьмите и просто сравните, если же нет, поставьте на крит, нет, я не против, ну типа, это ваша возможность, у меня такой руны просто нет, у меня же вариант 1, единственный вот, это взрыв, так как взрыв очень-очень неплохо вносит урона, ну то есть, да, он настакивается, все вот это, но на долгосроке это очень неплохо, опять же, накопление 23, и все такое, у меня же есть дух, а у лучников что, я не знаю, есть ли правда у лучников такая руна, по-моему, у вас такой руны нет, если есть, используйте, если нет, тогда что-то подобное подбирайте, вот как я сказал, что-то типа на шанс крита, либо на шанс комбо, если для кого-то смешная информация по поводу комбо, но я же говорю, просто затестируйте, ну и напишите, вот как-то так, для себя возьмите, сделайте тест, то есть пятую руну, я не могу вам рекомендовать, под каждый класс, какую-то вот определенную, скорее всего, хил, оденет под себя пятую руну, которая там где-то что-то увеличивает, где-то какой-то отхил и прочее, я имею ввиду вот такие вот руны, вот с вот такими вот значками, да, есть альтернативные руны для хила, я думаю, он себе что-то из этого подберет, для танка наверняка есть какая-то либо общая руна, либо что-то из их темы, которая там увеличит защиту или прочее, ну а для ДД уже каждый под свой класс, потому что разные классы, у меня вроде бы как и ДД, и соответственно и хил, поэтому у меня альтернативные, скажем так, руны, как бы их еще назвать, у ДД же есть там, как она там, ущемление или как, или там щелка, что-то такое называется, я не помню название этой руны, у меня такой нет, вот вы можете ее поставить, то есть все остальные руны, которые я не назвал, это не означает, что они говно, они просто дают меньше, как ни крути меньше, то есть эти 4 руны, с этими рунами на данный момент, если не будут добавлять какое-то количество, лучше вы не сделаете, и так, теперь мы поговорим пятую руну, вы для себя подбираете, помните, я в начале сказал про шестую, руну, вот, вот она, да, этот единственный шанс, эту шестую руну, так шестая руна, как вы уже все поняли, называется желание Элуна, Луэна, Элуна, Луэна, так вот, эта руна вам может покатить шестой, первое, если вы проходите какой-то данж, вам не хватает урона, вы вместо какой-то самой, по своему мнению, плохой руны, можете вместо той пятой, скорее всего, вы поставите желание Луэна, и в момент, когда вы готовы завязать ульту, допустим, на дереве настакали себе 10 стаков от луча, оно вам тоже, кстати, повышает урон, кто не знал, вы себе настакали, вы помните, что у вас желание Луэна стоит, вы юзаете взрывную банку, которая вам на 10 секунд там добавляет урона, у вас срабатывает вот это вот желание Луэна, и вы себе повышаете на 60% Омни, и в совокупности у вас летит просто баснословный дамаг, но по сравнению, если сравнивать без этой руны, он действительно будет намного больше, да, 5 секунд, но многие скажут, что оно того стоит, то есть на каких-то вот таких вот первых проходках такую руну, что-то подобное, желательно иметь у себя в запаке, ну вот у меня есть вот такая, 3 по 50 уже неплохо. Теперь кратко о том, что самое лучшее, по моему мнению, в дополнительных атрибутах, есть уникальные способности у каждой руны, но скажу так, есть список в интернете, можете поискать, я как только получу хотя бы одну такую руну, я сколько уже переточил, мне ни разу никакой уникальный фактор не выпал, вы его сразу увидите, он ни с чем не сравним, да, то есть он дает гораздо интереснее статы, чем вот все то, что мы с вами получаем зачастую, но если не берем уникальный модификатор какой-то отдельной руны, мы берем, в каждой руне, если что он есть, мы берем градацию, на первом месте, мое мнение, это кого, и то, что я натестил, то, что я читаю, то, с кем я общаюсь, и то, у кого я вижу, на первом месте это 50%, почему, потому что у нас уже у всех под 70, 8, ну ладно, 80 еще не прокачан атрибут, но давайте так, в среднем, те, кто меня смотрит, у вас от 60 до 70, там не знаю, 7, 8, когда вы это смотрите, прокачан камень начертания, правильно? Следовательно, у вас у большинства, здесь уже 2, 3, там что-то, чуть бы не 4, 5, 5, 10 уровня, то есть чуть бы не все прокачано до 3 уровня, из того, что вам нужно по вашему мнению, либо по моим рекомендациям, либо чьим-то рекомендациям, правильно? Следовательно, у вас уже вот эти 50% дают дополнительно весомый бонус, смотрите, 105 резонанса, плюс 105 резонанса, это же шикарно, как будто я не знаю, вот здесь еще один наковырял, и прокачал его до 3 уровня, то есть, по моему мнению, мнению многих, 50% это топ-1, не считая уникального атрибута, дальше, на втором месте, это уровень навыка эмблемы, на третьем месте, плюс 2 атаки, а далее всякий шлак, по типу там 16 фокусов, 150 хп, 16 там ловкости, интеллекта, ну и прочая какашка, которая вам, наверное, как и мне, часто высыпается, и после этого уже желания руну точить, естественно, нет, поэтому, надеюсь, эта информация вам была полезна, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, да, здесь покажу вам еще в конце, комментарии, и, соответственно, то, что я обещал, вот то, что люди просили, и, соответственно, делаю, оставляйте комментарии, и, соответственно, буду добавлять ваши комменты, и показывать их, соответственно, вы меня мотивируете снимать видео, на какие-то отдельные темы, да, еще меня попросили, как бы это странно не звучало, снять видео про рыбалку, рассказать, что дает первого, второго, третьего уровня рыбалка, объяснить, как это работает, что такое авторыбалка, и все такое, но ведь есть люди, которым нужна вот такая разнообразная, разнопаловая информация, поэтому оставляйте комментарии, любые заявки рассматриваем, просто до них может очередь доходить, достаточно долго, ну и, как я обещал, показываю вам пресет, в чем я дерусь на арене, так, давайте посмотрим арену, на каком я месте закончил сегодня, 106 место, бриллиант 5, хотим, естественно, до чемпиона, на прошлой неделе чемпион 2 я закончил, а здесь надо получить чемпион, для того, чтобы я получил вот эти 6 медалей, плюс еще 2 за пятницу, и у меня повысится еще на 1, вот, звание, то есть следующее я получу, уже, считай, предпредпоследнее звание, максимальное в этой игре, и так, я хожу на хиле, так, переключаемся пвп, переключаемся на хила, и показываю, в чем, как говорится, мать родила, в чем хожу, и так, вот в чем я хожу, на арену, сделали скрин, шмотки показывать, ну, каждую шмотку прощелкать, потому что постоянно спрашивают, Аракис, покажи комплект, а какие у тебя допы на арену, и так далее, вот так я хожу на арену, у меня 345 хп, когда захожу на арену, у меня 32 тысячи, магия, дальше, камень начертания, как я хожу на арену, с каким камнем начертания, вот так, вот доказательства того, насколько классно на арене, и как правильно раскачать, что нужно для арены, вот так можете сделать, и не париться, и вы не увидите никакой разницы, между прокачанным камнем начертания, или нет сетовыми шмотками, или нет одетыми шмотками, или нет, разницы нет, на арене все сбалансировано, пожалуйста, не парьтесь этим, не задавайте вопросы, по поводу того, какой там комплект, и все остальное, это ничего не работает, на то она и честная арена, как бы вот так вот, еще раз, спасибо за ваши комментарии, спасибо за лайки, спасибо за мотивацию, творить что-то подобное, жду вечером на стриме, мы сегодня разыгрывали билет, в телеграм канале, поэтому подпишитесь на мой телеграм канал, и соответственно, вы сможете выиграть билет, вот буквально под этим постом, мы разыграли билет, я записал голосовое сообщение, человек обратится, и получит свой билет, поэтому спасибо за участие, участвуйте, и побеждайте, до вечера, пока. Субтитры сделал DimaTorzok,